Параша с этого магазина, аккуратнее, не взорвитесь. За базаром, что идёте, ещё раз говорю, ещё раз говорю. Чё ты говоришь? Ты базаришь, понял? Вот это я понимаю. Это где ты столько надыбал? Я на полке, где? Он с тобой принёс. 14, 10, 45 суток. Ага. Беседа просрочилась в конце ноября. Вот из этой всей шляпы? Вот это да. Соляночка. Пять батонов только, было нормально. Со всей панки. Вот смотри, сосисочки. 16, 20. Ага, вижу. Просрочено. Вычасткова снова того же. Он сейчас, вовлажен. Он, кстати, домой не пойдёт. Чё, администратор говорит? У нас всё хорошее. Скажи. Просто перепиши. Пусть она съест вот это. Нет, подождите, колбасу не надо. Сыр с заправочкой. Нет, ну колбаса тоже... Двухлетний желательно. Месяц. Вот, сыр с заправочкой. Тут же сразу садится, вот, подставляем. Я думаю, мало надо кастрюлю. А вот, смотрите, с крышки есть. И как вчера в морозилку, там, где мы находили. Блин, подавчера. Что это такое? Это чай. Но на нём нет ничего, кроме вот этого. Кот. Постой. Я тебе больше скажу. Это ещё и жёсткое нарушение, потому что, во-первых... Зато прикольная баночка. Знаешь, почему это нарушение? Потому что, во-первых, это иностранный продукт. На любом иностранном продукте должна быть перевод. Перевод всего, что на нём написано. Здесь нету ничего. Это ещё двойное нарушение. И уже кто-то, видимо, пытался открыть и посмотреть. Кто-то пытался. Короче, ожидаем сейчас участкового. Сейчас должен подойти. Сотрудники полиции вызвали его. Посмотрим, что будет дальше. Пока что, ну, слишком много просрочек. Слишком много. Это там вообще огромное количество. Там стоит охрана неадекватная, которая оскорбляла, кидалась. И полицейские, которые, ну, не особо знают, в принципе, законы и как нужно работать. По температурному режиму. Смотри, по температурному режиму. То есть смысл в следующем. Стоит на полке. Ну, здесь температура, комнатная температура. Сколько? При какой температуре? До 10 градусов. 9 месяцев. А с 10 плюс 10 градусов. Короче, капусточку здесь я еще пропустил, не заметил. Упаковано 11-12-20 годен. Ну, изготовлена там. Короче, шляпа. Это все надо убирать. Это все просрочно у нас. Друзья, нам просто не хватает тележек. Вообще не хватает. Детки бегают. Нужно, короче, 3 тележки уже, потому что просрочки, ну, слишком много. Уже огромное количество. Шляпа. Опа. 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 Тележки 3-4 полные. Шкреблит. Загорайте, смотрите там. Здесь моридата. И салатик. Тоже маленький. Покажешь? Смотрите, упаковано, изготовлено. Снимаем все. Давайте какой-нибудь майонезный. Ну вот этот давайте. Слушай, такой же контейнер. Что у нас изготовлено? Так, это что у нас тут? 1.07. 1.07. Хранить. 18 часов. Это получается в час ночи, если изготовили. Я думаю, что 18 часов уже прошло, наверное. Или нет? Сколько у нас? 18. Пока в течение часа здесь походим. Ну, я думаю, что... Так, годин до не указано. В любом случае, годин до не указано. Так. Еще. Еще смотрите, какой момент значит. Мы находимся сейчас в супермаркете Фрэш 25 во Владивостоке. А юридический адрес, то есть производство. То есть это не собственное производство, в Уссурийске. Соответственно, ну они оттуда привезли. Вот. При температуре вообще не показано. 4 плюс 2. О, это тоже в час 49 изготовлено. У них все, да? А майонезные 12 часов? Да, это уже просрочилось по любому. Майонезные все просрочены. Все в час 49. А, майонезные... А, майонезные, смотри как исчезли. Вот майонезные, вот майонезные, вот майонезные. Ха-ха-ха-ха. Да, я вам ничего не говорю. Я поесть хочу салат. Можно купить? Компорт в 12 часов. Хорошо. Я вас услышу. Принимали салат? А во сколько? Может здесь все? Принимали? Подождите, не кричи. Не кричи. Смотрите внимательно. Посмотри во сколько изготовлено. Только не кричи, не кричи. Просто посмотри сам. Несоответственно. Посмотри сам во сколько изготовлено. 27-го 1. Да не кричи. Ты просто посмотри. Можно, да, весь? Я готов купить весь. А здесь тоже самое написано. Деньги есть. А-а-а. Давайте весь. Телефон доверия-то разве не поплю. Украйпер идёт. Черная сторона. Добрый вечер. Я не расслышал, как зовут или фамилия? Сторон. Фамилия. Сторон? Сторон. Сегодня днем мы вызывали вашего участкового, чтобы он описал или изъял товар просроченный. Там целая витрина стояла. Участковый принял заявление и никак не отреагировал. Ни товар не изъял. Сейчас мы находимся в магазине Рэми. Фрэш. Ой, Фрэш на Давыдова 18. Мы зафиксировали здесь продажу просроченного товара и несколько тачек с просроченным товаром. Нам нужно, чтобы участковый появился и описал либо изъял товар. Иначе сотрудники Фрэш также будут всё здесь прятать и продавать людям просрочно. Сегодня оставляли сообщение как-то 112. Тот-2 куда звонить? Сегодня оставляли сообщение через Тот-2. Участковый пришел, взял заявление, а товар так и не изъял. Там дальше продолжали торговать. Сейчас мы стоим в Рэме. Наряд полиции. Ой, во Фрэше. Наряд полиции появился. Посмотрел, вызвали участкового, но мы уже в течение часа здесь стоим и дождаться никого не можем. Он опять придет и не станет описывать товары и изымать. Объясните нам наши дальнейшие действия. Мы не даем никаких консультаций, не разъясняем действия сотрудников полиции. Михаил Николаевич, сообщение ваше принято, будет зарегистрировано по данному факту, будет проводиться проверка. А участковый все-таки появится сегодня? Информацию передадим в управление по городу Владивостоку. Они далее уже по территориальности направят. Все, спасибо. Маск плохо слышно. Все, маркировки уже просрочены. Короче, опять нашли, сейчас еще сыры просрочены. Сегодня не отпускает наш Фрэш. Фрэш, Фрэш. Я не знаю, как называется магазин. Да. Да. Короче, получается у них срок реализации 12 часов. Срок годности 6 месяцев. Дата упаковки 8, 12, 20. А дата изготовления 11.06.2020. То есть, сегодня у нас уже 12 число. Умерли сыры. И тут полно столько. Просто зацените масштабы. Масштабы. Сколько здесь уже этого просрока. Это... Я столько еще не видел. По крайней мере, там где я участвовал, столько еще не было. Это впервые у меня такое. Вот. Ждем участкового. Все еще никак не может приехать. Доставили... Позвонили на службу доверия. Составили сообщение. Как это повлияет, я не знаю. Вот. Будем ждать. Надеюсь, подойдет. Кроме даты упаковки, никакой информации. Вообще никакой? Вообще никакой. Ооо. А что, можно откусить, да? Кто есть? Хочешь кушать? Я бы не стал. Не хочешь кушать? Не будешь кушать? Я просто работал в Киприне. А, комяк бы уже захалывал. Паша бы съел. Я помню, Паш... Я помню, комяк Паша меня заставил сожрать сыр, блин. Еще и чавкать заставил. Кто-нибудь смотрел сыр? Идите сюда. Там вообще, там... Слышь, а что мы это не снимали? Да куда мы будем уже описывать это? А ты посмотри на вот это вот. Слышь, у всего Давыдова денег не хватит купить. Да. Их же, то что они пишут, срок годности 4 месяца 12.08. Вот. Это просрочено. Теперь, смотрите, вот другая дата. Полгода срок годности. Я вот сюда его закидывал, где они? Вот они. Вот. Дата изготовления 11.06 и срок годности 6 месяцев. То есть 11.12 просрочено вчера. Мы не пишем все это. Сейчас руководство приедет. Мы позвонились. Да? Да. Отлично. А что по конфеткам? У них огромные проблемы с конфетками, кстати. Смотри. Смотри. Чистая мука. Это упаковка от муки. Здесь конфеты. Что там у нас? Разъяснительная беседа в последний раз Ивасе 14 июля 2020 года. Да? Да. Это последний раз был Ивасе. Какого? Какого года? 20-го года. Вот. Ивасе разъяснительная беседа. Тут человек пожаловался, что здесь хамское поведение охранника. Какие-то булочки какие-то он пишет, что просьба разобраться, почему они без чего-то там. Ну вот, получается, что тоже. Человек оставил даже свой телефон. Ну, они ему ответили через телефонограмму, что в телепортации мы отреагировали. Да, смс-ки отправили. Меня Сергей Николаевич зовут. Очень приятно. Меня зовут Александр Иванович. Вот. Надо достать мешок. Сейчас дверь руководителю. А мы знаем, мы уже назвонились. Мы же назвонились тобой. А, то есть у руководителя больше денег, чем у вас, чтобы приобрести это домой? Это что, плесень? Плесень? Плесень. Она просроченная, конечно, естественно. Зарезан, что-то живет уже. А, там живое? Да, вон, плесень. Шевелится? Ну, наверное. Да, ты смотри. Это такая баночка петри такая. Вижу, вот видите, микробы, смотрите. 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 Накомент с товаром. Берите отсюда, здесь вот такая плесенька как с сыром попадается. Пожалуйста. Этот человек вот торгует просрочкой у нас здесь. Директор магазина. Просроченная колбаса. Да? Просрочка. Просрочка, это что? Плесень может быть в колбасе быть? А вот это вы сейчас посмотрели, она не просроченная? Ну, чуть-чуть. Ну, это немножко. Что, можно людям? Простой вопрос. Себе. Себе возьмите. Я сейчас, кстати, вам не давала права меня снимать. А я никто права вас не спрашивает. Вы право нарушите. Вызывайте полицию. Полицию вызвали. Ну, вызвали. Ну, так все, пришла она. Обычный вопрос, да, не просроченная колбаса или нет? Можете на камеру себе. Человек неадекватный. Человек вообще в какой-то форме непонятной. Пойдем на камеру. В свитере. В свитере. Какой я человек, неадекватный? Да. Вижу, неадекватный. Да. Вижу, неадекватный. Просрочкой торговать, я вижу, неадекватный. Я не такой, как с бочкой. Просрочкой, да. У вас продают под носом. Снимайте меня, я люблю известность. Я маска, я красивый, снимайте меня. Что вы еще скажете? Ну, я думаю, что жители этого района вас и так узнают, с вашей маской даже. Вот. Смотрите, какая гордая. Сейчас, наверное, подмога придет, наверное, поддерживать. Торговать с артрочкой. Нет, это их, но пироги. А, это что? Узбекский? Да. Или кто? Армянский. А, не узбек. Армянский. Сейчас, прошу, нечережно ведем парашу. Да. Параш, с этого магазина аккуратнее. Не взорвитесь. Дистанция полтора метра. Если лопнет хоть один пакет. Одеваем маски. Потом ни одно лекарство от коронавируса вас не спасет. А, нет, маска уже не спасет. Это противогазы кто-то надо одевать. О-о-о-о. Что-то плавает. Вот за это... Они предъявить только... Да, я знаю. Вот, они меня будут предъявлять. Им же больно там. Я пока что, в принципе, это здесь оставлю. С микробы им больно. Вот здесь пока... Похраниться пусть. Я не знаю, что он тут. Сюда положить. Так, я поделу карточку вот. Тут не карточка нужна. Лёх, если они не будут продавать на этой кассе, все кассы занимаем. Продали на 1800 рублей. Это что у нас? Продали, да? Да, продали нормально. Она говорит, ну вы же сами сказали продавать. Вы же сами покупаете говно. Вы же сами согласились купить это все. Да, продаете же говно. Вы знаете, оно реально, блин, просто... А зачем ты ее открываешь? Нюхай в маске. А мы сейчас здесь ждать руководству. Нюхай в маске. Короче, данные товары сейчас у нас отказываются утилизировать. Мы их покупаем на кассе. Что вы берете мой товар? Покупаем, вскрываем и делаем возврат. Да, я уже сказал. Да, я уже сказал. Вы долго в просто время-то идёшь... Вот здесь вот у нас возвратный товар. Он ломается весь. Весь просто вскрывается сейчас и утилизируется. Если они сами не хотят утилизировать, то утилизируем мы. При помощи покупки. На какую кассу? На вторая. Слышь? Ну там, дай я расплачусь. Убирай свою телегу. В смысле? В зиму. В смысле, я первый здесь стоял вообще-то? С моим сыром стоит дальше. И что? Ничего. Я здесь стоял первый вообще-то. Одну кассу ставь или ты? Какая разница? Я здесь до этого стоял. С этим сыром? Нормальный человек. И что? Нормальный человек. Да. Я нормально. Я пришел купить кусочек сыра. Нет, ну а почему все? Вот это двоебон, блядь. Вот никому не нужен. Все должны быть в очереди, правильно? Знаете, телегу? Да. Возьми себе ее. Что ты мне ведешь? Ну реально. Не, я тебя понимаю, за что ты борешься. Но борись, блядь. Я тут при чем? Не, ну это нормально по вашему? Мне пожрать надо. Курсим. Ну пожрай свою телегу. Ну пожрай.